Крайне важно решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах нашей страны. Это срочная задача, стоящая перед правительством. В первую очередь нужно до 2027 года провести скоростной интернет во все школы, где его еще нет. Касым Жумартукаев, президент Республики Казахстан. В Казахстане насчитывается более 5000 сельских школ. В 65% этих школ скорость интернета соответствует установленным требованиям. По данным Министерства просвещения Республики Казахстан. Задачи по цифровизации сельских школ перед правительством поставил глава государства. К 2027 году все школы страны должны иметь доступ к высокоскоростному интернету. Кроме того, учебные кабинеты должны оснастить современными технологиями. Мы в свою очередь проверяем, как исполняет это поручение президент и отправляемся в разные точки Казахстана. Сегодня команда директор школы прибыла в Североказахстанскую область. В этом выпуске мы посетим школы села Явлинка и сельского района. Меня зовут Эмирис Белял, и мы начинаем нашу проверку. Микроскоп даже в начальной школе? В начальной школе, да. Наши дети сейчас работают по станку, по дереву. Это именно для 5-6 классов. В 2024 году у нас выделено 39 миллионов на благоустройство прилегающей территории. Каково в 21 год прийти в школу и преподавать детям? В Явлинке две сельские школы. Первое учебное заведение, в которое мы отправимся – школа номер 3 имени кинорежиссера Аягана Шажимбаева. Автор многочисленных документальных и художественных фильмов родом из этих мест. И в 2002 году школе было присвоено имя известного деятеля культуры. При местной школе также больше 20 лет функционирует интернат с круглосуточным пребыванием детей из соседних сел. В прошлом году в здании провели капитальный ремонт. При входе в школу я сразу заметила у вас и уголок самообслуживания, и при этом очень такая панель. Здесь это принадлежно именно для наших родителей. Они могут при входе в школу, здесь, например, расписание учителя, какие есть предметы. Действительно, здесь можно посмотреть информацию об учителе, более того, его стаж. И всю информацию, то есть резюме. Попробую сканировать один из QR-кодов, посмотрим, что он нам покажет. Вот это на телефон проходит. Да, действительно, здесь также есть расписание. Дети могут свободно, либо ученики, даже учителя, посмотреть, какой сейчас у них урок. А для начальных классов специально поставлены вот такие железные шкафчики. Дети не носят с собой. Мы неделю один раз принесли, спортивные свои, например, вещи, и они все здесь. У каждого есть свои ключи, никто не может их отдельно потом открывать. В школе особое внимание уделяют научно-исследовательской работе учащихся, поэтому каждый кабинет оснащен современным оборудованием. Вот и мы работаем, с интересом они работают. Вот мы можем по этому естественному знанию, вот как микроскоп это получается, можете сами посмотреть, как они... Микроскоп даже в начальной школе? В начальной школе, да, у нас... Ой, очень интересно. Да, естественные знания и по знаниям мира. Вот с солью, как они работают, мы высыпаем каждому, открываем, вот, и каждому высыпают, чтобы они работали вот с этим солью. Разноцветные соли. Как вы можете смотреть, вот наши дети сейчас работают по станку, по дереву. Это именно для пятых, шестых классов. И дополнительно для старших классов у нас вот по металлу станок. Не могу не отметить, что дети прям так увлеченно вырезают это дерево. Да, дети у нас... Один поток приходит утром на кружки, второй поток приходит после обеда. Не забывает и о творческой составляющей учебного процесса. В школе открыт кружок хореографии и зои рукоделия. А в таком мультимедийном кабинете готовят будущих журналистов и актеров. Уже что-нибудь успели снять? Да, у нас проходил областное соревнование по актерству. Жас-талант соревнований. То есть областное соревнование мы снимали тут, с этой камерой. Здесь мы записываем выпуски школьных новостей. В планах открыть свой ютуб-канал, рассказывать о достижениях школы и учеников. Интересный факт. Директор школы пришел на место руководителя по конкурсу из городской гимназии. Вы преподавали в городской школе, потом участвовали в конкурсе и прибыли уже сюда в качестве директора. Расскажите, есть ли какие-то отличия в селе и в городе? Я вот в 2023 году после конкурсов меня направили в сельское районное явление. Я не жалею, что из городской школы меня перевели в районный центр. Потому что никакой разницы нет. Все говорят, что городские школы, например, выше, чем сельские. Я в этом досконально убедился, что сельские дети могут еще выше стать. По уровню знаний, да? По уровню знаний, да. Очень много детей умных, талантливых детей очень много. Не уступает, да, оснащение школы ничем городским? Ничем, даже лучше. А вот директор соседней школы имени Тимофея Позолотина, выпускница родного учебного заведения. А вы выпускница этой школы? Да, я в 2001 году закончила эту школу 11 классов. А почему решили вернуться? Потому что в старшей школе я полюбила иностранный язык. Окончила сначала колледж, потом университет имени Монаша Козыбаева у нас в Петропавловске. И вернулась работать в родную школу. В этом году в сельскую школу закупили дополнительные актив-панели. Здесь уже выбирать, допустим, например, некие фигуры. Это, допустим, хорошо для математики сделать вектор, допустим, сделать какую-то, допустим, фигуру. Мы здесь разрабатываем программу Питон. Сначала учимся создавать простые программы на языке программирования Питона. Это 6-й А-класс. У них на прошлой руке только началось знакомство с этой программой. Также есть у нас интернет на всех компьютерах. Ребята пользуются. Особенно 10-й и 11-й классы, потому что в 11-й классах они разрабатывают мобильные приложения. С помощью Meetup Inventor необходимо им заходить по своим Google-аккаунтам и, соответственно, создавать мобильные приложения. А это сейчас все в школьной программе? Да, это все идет на школьной программе в 11-м классе. В 10-х классах они создают первые свои веб-страницы. В своей школьной программе я рисовала в Пайнте. Это уже давно ушло. Мы активно работаем. Детям очень нравится использование информационных технологий на уроках, на предметах. Мы активно занимаемся по этой доске на уроках математики, на уроках русского языка. На предметах устного значения у нас часто используются презентации, видеоресурсами пользуемся. А актив-панель, она сенсорная? Панель сенсорная, да. Деткам интересно работать на этой доске, потому что она похожа на большой телефон. Я работаю 15 лет школьным библиотекарем. Изначально я приходила и получала, знаете, с большими сумками, с огромными, учебники складывала. И сейчас вот на удивление, когда я пришла получать уже учебники, я была очень удивлена, потому что я их просто получила в руки, сложила в карман и принесла в школу. А все почему? Потому что цифровизация дошла и до учебников. Все можно иметь в такой флешке. Школьные программы ученики не ограничиваются. После уроков занимаются научными проектами. Навыки некоторых детей удивили. Эти баннеры были разработаны для наглядного представления моего научного проекта. Я их изучала как, собственно, особенность изучения языка. По-английски говоришь? Если каждому направлению уделять свое время, то, я думаю, все грамотно можно распределить, и тем самым можно все успеть и достичь своих целей. В сельской школе гордятся и педагогическим составом. Самому молодому специалисту 21 год. Каково в 21 год прийти в школу и преподавать детям? Ну, это было, наверное, не так сложно и не так легко, потому что у меня все-таки среднее звено по большей части. Возможно, если бы у меня достались именно 10-11 класса, мне было бы, ну, и с одной стороны, и легко, и сложно найти общий язык. Возможно, они бы считали меня заровесником. Почему педагогика? С детства понравилось еще, наверное, в классе 6 или 7 я хотел быть учителем математики, но потом чуть-чуть передумал. Очень много абитуриентов выбирает педагогические специальности, потому что сейчас выделяют очень много грантов. Вы относитесь к таким людям, потому что в вашем случае вы намеренно шли на эту профессию, на эту специальность. Да, получается, как раз тот год, когда я поступал, снизили проходной балл, во-первых, на педагогические специальности. И поступило очень много. Но многие, наверное, просто потом не идут и не работают по этой специальности, потому что понимают, что это не их. По словам администрации сельской школы, проблем с квалифицированными кадрами у них нет. Только за последний год в школу трудоустроены 15 человек. В лучшую сторону меняются и условия для педагогического состава и учащихся. К примеру, уже в следующем году в сельской школе будут открыты кабинеты новой модификации и планируют благоустроить школьный двор. Редактор субтитров А.Семкин